...дальнейшая судьба. Именно так это и есть. Бог предложил изначально человеку благословение или проклятие. И Бог оговорил все. Все те действия, в результате которых человек наследует благословение, и все то, в результате чего человек может попасть под проклятие. Жизнь или смерть. Господь обозначил все и предельно ясно изложил. Это сегодня также продолжает звучать для всех нас. Мы сегодня также все ориентируемся на это. Достаточно часто мы вспоминаем те писания, о которых Господь говорил в 22 главе, то есть в 28 главе книги Второзакония, по 30 главу Второзакония. Там везде описывается об этом. Конечно, об этом Бог продолжал говорить очень много через пророков, через пророка Агея, через других пророков. Бог об этом говорил и во Христе Иисусе. Об этом мы читаем в послании святых апостолов. Об этом мы можем читать в книге Откровения. В основу этой проповеди я взял то решение, как заявление его сделал Иисус, сын Новина, преемник Моисея, которому Господь сказал, «Я хочу поднять авторитет Твой в глазах всего народа. Я начну прославлять Тебя для того, чтобы народ увидел и узнал, что как я был с Моисеем, так я с Тобой». Потому что слишком велик был авторитет Моисея, и сложно было бы Иисусу Новину, тогда еще молодому мужчине, ну скажем, после Моисея, занять такое лидирующее положение. И здесь очень важно было, чтобы это сделал Бог. Иисусу Новину действительно не нужно было поднимать свой авторитет. Как я уже сказал, это сделал Бог. Нам сегодня не нужно домогаться славы. Домогаться славы не есть слава. Это может сделать Господь. Он посчитал так нужным, Он так сделал. И вот время странствования, время всех путей, время жизни и служения Иисуса Сына Навина подходит к концу. Он уже состарился. И мы прочтем с вами в этой книге, в книге Иисуса Навина, в 24 главе. Я прочту первый стих и 14 и 15 стихи. И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем. И призвал старейшин Израиля, и начальников Его, и судей Его, и надзирателей Его. И предстали пред Господа Бога. И вот заключение этого разговора. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой и в Египте. А служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Это было его решение, это его выбор. Я и дом мой. Собирает всех. Собирает все колена Израилевы. Он призвал всех старейшин, начальников, судей, надзирателей. Всех собрал и сделал такое заявление. То есть, дни его подошли к концу. И он понимает, что уже скоро он оставит эту землю. Но у него есть решение. Он сказал, я и дом мой. Вы знаете, для того, чтобы сделать такое заявление, нужно быть уверенным в том, по крайней мере, что его дом держится тех же путей, которым ходит сам Иисус Новин. Его дети пребывают в том же, в чем пребывает их Отец. Иначе это, представляете, какое бы вызвало надругательство, насмешку, какое бы недоумение это вызвало бы у всех старейшин, всех начальников, у всего народа, если бы знали, что дети его ходят другими путями, дети его бесчинствуют, дети его негодные люди. Сказали бы, это как так? Это что ты называешь? То есть, это как-то должно проявляться, правда? Когда мы говорим о том, что мы служим Господу, как часто люди говорят, служу Господу, я служу Господу, я христианин, я служу Господу. Как это проявляется? У меня всегда возникает такой вопрос. Когда я говорю, что мы чтим Бога, помните, как представился Иона? Иона, пророк Божий, который вместо того, чтобы идти в Неневию, бежал в Фарсис. Вы знаете, все, что случилось с ним, и когда нашли его спящим в трюме корабля, и сказали, ты такой беззаботный, спишь вот так вот, все у тебя, все так хорошо, посмотри, что происходит на море, мы сейчас все скоро погибнем. Ты кто? Он говорит, я еврей, чту Бога живого. У меня возникает вопрос, в чем Иона проявляется твое почтение к Богу? В чем оно проявляется? Может быть, оно проявляется в том, что Бог сказал тебе идти в Неневию, а нужно сделать все наоборот, тогда это и есть почтение к Богу, то есть сделать все наперекор Богу. Вот это называется почтением к Богу. Я хочу понять, когда человек говорит, я чту Бога, в чем оно проявляется? Ведь оно же как-то должно проявляться, если я говорю. Я посмотрел. Так. Я посмотрел предысторию. Господь сказал, иди в Неневию, город развратился, там происходят ужасные вещи, у меня есть решение, Господь объявляет о своем решении, истреблю город через 40 дней, иди об этом заяви, о моем решении, иди говори об этом городу. Человек Божий, пророк Божий, который говорит, чту Бога небес, настолько чту, что вместо того, чтобы пойти и сделать то, что Господь поручил, делаю противоположное. Он поехал в Фарсис. Город благополучный, процветающий, экономика, все там хорошо. Он поплыл туда, спрятаться от лица Господа. Так. Нет. Сдается мне, что это не есть почтение Господу. Наверное, что-то в чем-то другом проявляется почтение Господу. Что же? Человек легкий на слова. На выражение. Чту Господа. Ну, как, типа, как Иона сказал, да? И я хочу понять, вот, все то, что происходит. Я и дом мой будем служить Господу. Вполне осознанно и не на начальном этапе своей жизни говорит Иисус Новин. Он говорит о том, что он уже увидел. То есть, в его семье, в его доме эта тенденция прослеживается. Он и его дом. Он говорит, я и дом мой будем служить Господу. Вокруг может происходить самое разное. Имеет ли это значение? Вот здесь весь народ израильский, он собрал все колена израилевые, начальников, старейшин, всех собрал и говорит, а я и дом мой, независимо от того, какое вы примете решение, мы будем служить Господу. Кто-то говорит, что ситуация, с которой сейчас мы столкнулись, то время, в которое мы живем, расхолаживает христианство. Вы знаете, его не расхолаживало. Его не расхолаживало. Он очень много потрудился, он много совершил таких войн, где он одерживал всегда победы. И этот человек, который был очень близок с Господом, он всегда стремился, даже тогда, когда Моисей, будучи предводителем, ушел туда на гору, вы помните, да, он у подножия горы дожидался, он у подножия горы дожидался, когда вернется с горы Моисей. Он не участвовал в тех беззакониях, в которых принимал участие в том числе Аарон, брат Моисея, первосвященник. Иисус Новин в этом участие не принимал. Он ждал, он скорбел о том, что происходит. И когда возвращался с горы Моисей, он встречал, он оповестил Моисея о том, что там на самом деле сейчас происходит. Это было его решение от юных лет служить Господу. Он этому научил свой дом, свою семью, своих детей. Пройдет много времени, израильский народ будет штормить постоянно. То на каком-то этапе они воспряли в духе, покаялись, оставили делать какие-то злые дела, истребили истуканов, все прочее, сконцентрировались все на одном внимании только на Бога, то они уклонялись. Так это происходило. И вот Бог говорит через пророка Исайю в 29 главе такие слова. Я читаю 22-3 стихи. «Посему так говорит Господь о доме Иакова, так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама, тогда Иаков не будет в стыде». То есть Бог говорит о каком-то времени, тогда. Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Вот это время. Апостол Павел тоже скажет в своих посланиях, какое для Отца счастье видеть детей, ходящих в истине. И об этом Иоанн говорил апостол и об этом говорил апостол Павел. Это действительно счастье, это большое счастье видеть своих детей, стоящих в истине. Как это может случиться? Как это может случиться, что вдруг увидел, не прилагал к этому никаких стараний, был занят собой, был занят работой, был занят каким-то бизнесом, и вдруг увидел, о, а дети мои, оказывается, стоят в истине. Я думаю, что люди, ну, по крайней мере, Иисус Новин, о котором мы говорим, он к концу своей жизни, прилагая много стараний и усилий, сделал такое заявление, «Я и дом мой». Он был уверен в том, что он говорит. И Бог так говорит. Бог говорит о каком-то очень важном времени, когда будет видеть своих детей свято чтящими имя Господа. Есть еврейская такая мудрость, это не притча Соломона, это еврейская, чисто еврейская мудрость, хорошая мудрость. Если с детства не говорить со своими детьми о Боге, то потом всю оставшуюся жизнь будешь с Богом говорить о своих детях. Причем говорить будешь об этом с Богом постоянно со скорбью и со слезами. Это, как я уже сказал, это еврейская мудрость, и это правда. Потому что изначально все-таки Бог учил этому. Бог говорил об этом еще Аврааму. Бог говорил об этом Исааку, Иакову. Так должно было быть, это должно было передаваться из поколения в поколение, оно должно было передаваться с молоком матерью. Этому нужно было учить, как говорил Господь, учить детей от самого рождения. Дети должны были от самого рождения быть к этому не просто приучены, они начинали чувствовать это. Ведь не случайно, что на служение, на служение в Израиле Бог определял и поставляли царей уже в таком возрасте кому-то семь, кому-то восемь. Я с вами разговаривал уже на эту тему, я исследовал, сколько могло быть лет Давиду, когда на него Самуил излил елей. Не важно, что он был тогда еще с овцами, которых пас у своего отца, не важно. И было ему пять лет, и было ему пять лет. Сегодня мы думаем, что это время, когда дети, чтобы нам не мешали, пусть лучше они где-нибудь побалуются. Я попросил, чтобы сегодня для интернет-пользователей, говорю мои извинения, мы несколько служений уже не использовали видеокамеры из-за этих декораций, которые здесь расставлены в зале, здание мы арендуем, и это все не принадлежит нам. Но то, о чем я говорю сегодня, я хотел, чтобы могло стать достоянием гласности. Это такое маленькое отклонение, маленькая ремарка моя, которую я сказал к тому, о чем говорю. Итак, с самого детства, с молоком матери, дети это впитывали, дети в этом возрастали, и не только тогда, в те времена, но уже в то время, когда остановились на служение такие известные нам сегодня помазанники Божьи, как Тимофей, Тит, по возрасту сегодня мы их бы не восприняли вообще серьезно, казалось бы, но они были уже епископами. Вот так Тит, он, если вы будете читать книги в послании Павла к Коринфинам, вы увидите, что епископом этих церквей в Коринфе был Тит, он курировал все эти церкви, а апостол Павел назначил вот там и эти церкви в Коринфе, которые находились, вы часто, читая послание к Коринфинам, вы увидите, что это так, то, о чем я говорю, это мои исследования, я говорю из того, что я увидел, исследуя эти писания, когда я читал, это были не юноши, это были подростки, это были подростки, которые могли совершать служение, но с детства, как апостол Павел подметил от Тимофея, оно к тебе пришло с детства, то, что в тебе есть, оно в тебе пребывает с самого твоего детства, оно передавалось от твоей бабушки к твоей маме, и твоя мама с молоком, так сказать, когда кормила тебя, она привила к тебе это, с детского возраста, Моисей, то есть Тимофей уже был к этому приучен, он стал великим служителем Божьим, мы об этом читаем, слава Иисусу Христу, вот Бог говорит к пророку, через пророка Малахию, вернее, к израильскому народу, точнее, говорит об этом уже Господь к тем, кто являются священниками, и увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля, мы с вами прочитали, что Бог обещает через пророка Иисарию, ты увидишь детей, что они будут свято чтить имя мое, и они будут свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым, это Бог через Исаию говорит, и вот через Малахию говорит, это твои глаза увидят, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля, сын чтит отца, и раб Господина своего, если я отец, то где почтение ко мне, и если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое, вы говорите, чем мы тебя обкрадываем, вы знаете, утратились все те ценности, которым должны были, а не быть научены с самого детского возраста, то, о чем Господь говорил через Моисея, об этом ходя, дорогой размышляй, думай, детей этому своих учи, всегда в этом вы должны будете пребывать, они говорят, мы чем тебя бесславим, далее, Господь, когда начнет говорить им, вы обкрадываете меня, они говорят, как можно тебя обкрадывать, а чем мы тебя обкрадываем, вы знаете, у них полная дезориентация в том, в чем они должны пребывать, и тогда напрашивается вопрос, а чем же тогда вы, уважаемые священники, занимаетесь, если вы не знаете прямых обязанностей ваших, всех тех предписаний, которые Господь дает вам, это было вступление, это было вступление к проповеди, все остальные писания, которые я буду читать, хочу рассмотреть как примеры, хочу рассмотреть как примеры, для многих из нас может это казаться уже всего лишь историей, но многие из этих историй это события, леденящие кровь, я уж не буду вспоминать как бы скажем подробности в деталях, когда помните Елисей, на котором опочил Дух Божий вдвойне, перешет Иордан, услышал, как дети выскочили и злословили его, они обзывали его Плешивый, иди, иди, Плешивый, вышла медведица и разодрала этих детей, похоже детей не научили чтить пожилых, стариков, не научили уважать старость, не научили этих детей, эти дети с детского возраста не были приучены к духовным ценностям, иначе они этого бы не делали, Бог изначально предложивший благословение и проклятие сказал, ты будешь благословен при входе твоем и выходе твоем, будет благословен твой дом, будет благословено твое жилище, благословены будут твои житницы, плод чрева твоего скота, будет благословен плод чрева твоего, твои дети, твое потомство будут благословены, благословен дом, в котором чтут имя Бога. Можно устраивать свои семьи, обеспечить своих детей так, чтобы они не просто ни в чем не знали недостатка, но можно даже настолько обеспечить, что они не будут даже знать цену всего приобретенного, всего того, что у них есть. Такое случается сегодня повсеместно, не только в этом мире, как бы скажем, в мире, где господствует беззаконие, но и в кругу христианском. Многие считают для себя главным приоритетом обеспечить свою семью, проявить заботу о своей семье настолько, чтобы все были обеспечены, не знали никакой нужды, ни в чем. Это хорошо, я всем желаю, чтобы в домах был у вас достаток. Чтобы у вас не было препятствия служить Господу, чтобы у вас не было препятствий служить в молитве. По сути, Бог именно так и предлагает, говорит, за то, что ты не служил Господу Богу твоему при застатке, при изобилии всего, с весельем и радостью сердца твоего врагу будешь служить в нищете, в голоде. Он возложит на тебя, я не хочу даже продолжать вот это вот говорить, что произойдет. Это потому что другая сфера. Я хочу сегодня говорить о доме, в котором чтится имя Господа. И как я уже сказал, в чем проявляется почтение. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, где ко мне почтение? И если я Господь, где благоговение передо мной, говорит Господь. Так обращается Господь Саваоф. Он обращается к нам сегодня с такими словами. В чем проявляется почтение к Богу? Скажите, в чем может проявляться почтение? Вот Библия говорит перед старцем, вставай. Это проявление почтения. То есть, таким образом ты почтил. Ты едешь, может быть, в автобусе, я не знаю. Была в свое время такая добрая, хорошая традиция, которой учили еще в школе уступать место старшим. Сегодня это перестало быть актуальным. Не уступается место. Ну, скажем, это мораль. Может быть, я говорю сегодня о морали. Кто-то скажет, да это мораль. Что ты, проповедник, нам сейчас будешь читать мораль. Господь говорил, что перед лицом пожилого вставай. Перед седым вставай. То есть, уступи место. Окажи почтение. Окажи почтение. Господь этому учил всегда. Почему? Ну, сегодня ты молодой, завтра ты состаришься. То есть, Господь учил духовным ценностям. Как это должно было происходить? Господь учил почитать. Почитать отца и мать. В чем проявляется почтение к отцу матери? Вот хоть к Господу. Первая заповедь обращена к Господу. Вторая, подобная первой заповеди, обращена к ближнему. Господа Саваофа свято чти. Вторая заповедь по отношению к человеку, к ближнему, и начинается со слов, почитай отца и мать. И когда я говорю о слове почтения, я ставлю такой вопрос. Это как-то проявляется или нет? Или достаточно только сказать? Когда Бог говорит, что отсутствует почтение, Он говорит, вы священники, бесславящие имя Мое. То есть, вы не чтите, вы не благоговеете, вы бесславите. Я хочу рассмотреть, как я сказал уже, примеры. Читая некоторые, я сказал, это истории, леденящие кровь. Самуил. Я спросил в разминке, кто мне может рассказать историю Самуила. Как он родился, и вы мне рассказали во всех подробностях. Все, что случилось, как это было. На самом деле, его мама была женщина благочестивая, но у нее не было детей. Она была неплодная, и она не могла родить, и она плакала об этом. И однажды, очередной раз, когда они по своему обычаю пришли в Дом Божий, она плакала. И священник Илья в то время священодействовал в Доме Божьем. И он увидел ее и сказал, женщина, протрезвись от вина твоего. Она уже была изнемогшая, у нее уже не было сил, она только шевелила губами. Он счел ее женщиной распутной, пьяной. Он сказал, протрезвись от вина твоего. Она говорит, я не пьяна, а я женщина, скорбящая духом. И она и спросила, как говорит Библия, у Господа. Она вымолила у Господа. Она обещала, что ребенок, который родится, Господь даст ей, и она посвятит его Господу. Они вернулись домой. Она зачала, она родила Самуила. Самуил был отнят от груди, и они снова, как это бывало однажды в год, они снова пришли в Дом Божий. И они были там некоторое время, потом они вернулись домой, а Самуил остался служить при Ильи. Я буду рассматривать этот пример первым. И пошел Елкана в раму, в дом свой, а отрок остался, отрок имеется в виду Самуил, остался служить Господу при Ильи священники. Сыновья же Ильи были люди негодные. Они не знали Господа. 17 стих. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Они делали ужасные вещи. Если кто-то не знает историю сыновей Ильи, они были священниками. Как? Не знали Господа, а как же они были священниками? Следующий стих там повествует, что они и долго священников не знали по отношению к Богу, к народу. Они были людьми негодными. До того, как Самуила привели в дом Божий и оставили его там, Бог говорил к Ильи, священнику. Он обличал его и сказал о своем намерении, что он поразит его сыновей. И он сказал, тебе будет это знамением. Он говорит, я подрежу мышцу в доме твоем. Вы понимаете, он говорит, в твоем доме люди не будут доживать до старости. Они будут умирать в половине дней. Священство от твоего дома отступит за вот эти беззакония. Потому что дети твои делают беззаконные вещи. Они спали с женщинами прямо там у дома Божьего. Они делали такие страшные дела, посредством которых они отвращали народ от жертвоприношений. Они делали гнусные дела. Господь сказал, в один день оба умрут. И вот приведен в дом Божий, мы прочитали, Самуил. Остался служить. И та самая история, когда он услышал вдруг, что позвал его кто-то. Он подумал, это Илья зовет. Он пришел, сказал, господин, зовешь. Он говорит, нет, я тебя не звал. Он вернулся. И так произошло второй раз. И третий раз. Он говорит, ну я слышал. Я слышал, ты позвал меня. И тогда понял Илья, что Господь зовет. Господь зовет отрока и сказал, ложись, сын мой, спи. Когда ты снова услышишь голос, зовущий тебя, ты не приходи ко мне. А ты скажи, говори, господи, ибо раб твой слушает. И снова возвал Господь. И Самуил сказал, говори, господи, ибо раб твой слушает. И вы знаете, какое слово, первое слово, которое стал говорить Господь? Господь стал говорить о доме Илии. Илия священник в доме Божьем. И священство переходило от отца к детям. И Бог, уже принявший решение положить конец этому беспределу и прекратить священство в этом доме, говорит к отроку Самуилу о своих намерениях, о злых делах, которые происходят здесь. Самуил был смущен, как об этом рассказать Илии. Наутро, когда Илия обратился к нему и сказал, скажи, сын мой, и не утаи ничего из всего того, что сказал тебе Господь. И Самуил сказал ему всю правду. Илия, в принципе, уже знал. Илия был уже в преклонном возрасте, ему было порядка 89 лет. Ему было порядка 89 лет уже, и сразу же после этого филистимляне пришли войной. Пришли филистимляне войной. Израиль на поле брани находится. Это был очень серьезный момент. Это был очень ответственный момент. Принесли ковчег из Дома Божья на поле брани. Принесли, как говорится, на передовую ковчег. Вы знаете, кто при ковчеге мог находиться? Как вы думаете? Священники. Это были его сыновья. Это были его сыновья. Два сына. Они были при ковчеге, когда ковчег принесли на поле брани. И когда израильский народ увидел, что принесли ковчег, они подняли такой воинский крик, что аж земля стонала. Земля плакала. Филистимляне услышали, что такое. Разведка донесла. Ковчег Божий принесли. Филистимляне говорят, горе нам. Бог пришел к ним. В их стан пришел Бог. Горе нам. Кто может спасти от этого Бога? Это Бог, который поразил египтян. Кто может теперь нам помочь? Война случилась. Все-таки случилась война. Филистимляне одолели. Израиль побежал. Ковчег был захвачен. Оба сына Илии были убиты в один день. Ковчег был захвачен. Прибежал посыльной и сообщил об этом Илии священнику. Сыновья твои погибли. Ковчег захвачен. Не выдержал этого. Он уже был стар. Ему было восемьдесят девять лет. Он не выдержал того, что он услышал. Он упал. Библия повествует, что он был уже тяжелым человеком. Он упал, сломал хребет себе и умер. Бог положил конец беззаконию. Часто я слышу, что, ну, это истории все, сегодня Бог не такой. А как насчет того, что сам Бог о себе говорит? Он говорит, я Господь и я не изменяюсь. И Иисус Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Я хочу рассмотреть историю теперь Самуила, о котором мы заговорили. Ведь он был очевидцем всего. Он не мог это ни видеть, ни слышать, ни знать. На глазах у него, по сути, произошло то, что произошло. Самуил великий помазанник Божий. И все то, что я рассказываю сегодня о великих людях, это никак не может дискредитировать их. Я, по крайней мере, не преследую такой цели. Дискредитировать великих мужей Божьих. Но истории, которые случились, я уже сказал, это леденящая кровь истории. Самуил. Я читаю в первой книге царств в восьмой главе. Первых пять стихов. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, имя второму сыну его Авиа. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки и судили привратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Вы знаете, что был поставлен Саул. Вы знаете, что с судьями становились или должны были становиться также сыновья. Вы знаете, что сыновья Самуила уже теперь достаточно взрослые мужчины. Они проявляли пренебрежение. Сказать, они были легкомысленны, это не сказать ничего. Они проявляли небрежность, о чем говорит Бог. Проклят всякий, делающий дело Господнее небрежно. Поэтому сказал, сказать легкомысленно проявили, это не сказать ничего. Самуил. Самуил, имя которого пронеслось от Версавии до Дана, пронеслось как имя пророка Божьего. Самуил, который излил на голову Саула Елей, потом изольет на голову Давида. Его время подходит к концу, но его сыновья не ходят его путями. Я уже сказал. Мы можем быть сегодня озадачены тем, много работать, много уделять внимания, сил, для того, чтобы обеспечивать свои семьи и сказать, вот оно, благословение. Но благословен дом, не тот, в котором есть преизобилие всего. Благословен дом, в котором чтут имя Господа. Дом, в котором почтение Господу проявляется реально. Почтение Господу, когда мы говорим о почтении Господу, или прежде всего не мы говорим, а Бог говорит, когда о почтении, Бог говорит, что оно себя каким-то образом проявляет. Вот они, сыновья Самуила, великого помазанника Божьего. Великого помазанника Божьего, который с детского возраста, как только был отнят от груди, был приведен в Дом Божий. Сыновья его не ходят его путями. Они делают вещи беззаконные. Они превратно судят за взятки, за мзду, за подарки. Они сделали свой выбор. Мы говорим на тему судьбоносное решение. И если Иисус, сын Навина, сказал, я и дом мой. Слушайте, я уже сказал, если мы думаем, что удел наших детей это баловаться, есть всему свое время. Есть всему свое время. Я за то, чтобы дети могли развиваться. Я за то, чтобы дети могли веселиться, играться. Свойственно детям баловаться. Свойственно детям баловаться. А нам, родителям, наблюдать за тем, как балуются наши дети. И вы знаете, что любовь к своему дому Иисуса, сына Навина, наверное, чем-то отличалась от любви или и к своим детям, которые выросли и стали монстрами, стали беззаконниками. Они делали и совершали мерзость на святом месте. Не будем оказывать вот такую любовь к детям, какую оказывал Илья. Самуил. Может быть, он был очень сильно занят Божьим делом. Я не знаю. Я сказал, я не собираюсь его комментировать, тем более дискредитировать каким-то образом. Это великий помазанник Божий. Я говорю сегодня о доме, где чтут имя Господа. Сыновья Самуила не чтили имя Господа. Это ужасно. И поэтому народ пришел к Самуилу и сказал, ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. человек, о котором Бог дает характеристику самую позитивную. Подскажите мне, не о многих Бог давал характеристику лично. Подскажите мне, кто вспоминается вам, о ком мог бы сказать Бог такую характеристику. Человек непорочный, человек удаляющийся от зла. Это Иов. Правда. Это был Иов. Один из богатейших людей на всей земле и самый богатый, и самый влиятельный человек на востоке. Он был настолько уважаем. Он был настолько уважаем. Репутация у него была такая. Давайте мы почитаем о нем и давайте мы почитаем, я сказал, это будут примеры о его семье. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери, и менее у него было семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов. Вы знаете, вот у него семь сыновей, а скота у него семь тысяч мелкого, по тысяче на каждого. У него было три дочери и по тысяче верблюдов на каждую. Вы представляете, богатый человек. У него было пятьсот пар валов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги и был человек этот знаменитие всех сынов Востока. Это Иов. Но я говорю о доме, где чтут имя Господа. Давайте посмотрим, как чтилось имя Господа в доме Иова. Читаем продолжение. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, они гуляли не по одному дню, ну, позволяли, денежки, финансы были, было на что погулять, скота хватало. Если они могли заколать какой-то там скот, пожарить миска и все прочее, то от этого даже не убывало ничего. Настолько много всего было. Поэтому они всегда гуляли на полную, как говорится, катушку. И когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освещал их и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Почему он это делал? Причины какие? У него были причины для беспокойства? Или это была такая добрая традиция в этой семье? Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем? Так делал Иов во все такие дни. Это были, наверное, Иов обозначил своего рода критические такие дни. Он знал дни рождения своих детей и он знал, что гулять они будут по нескольку дней. И вот круг этих дней, дней их пиршествования заканчивается, нагулялись. И он их приглашает. И вы знаете, что мы прочитали? Мы прочитали, что они приглашали и они, во-первых, они устраивали это каждый в доме своем. То есть, у каждого из них уже есть свои дома. И они это делали, у кого они не делали, устраивали такие гуляния, такие пиры. После этого собирает их всех иов и начинает молиться, начинает освящать и за каждого из них возносить все сожжения, у него есть серьезные предпосылки, у него есть причины для беспокойства. Потому что в этих гулянках вдруг согрешили и похулили Господа. У него не было уверенности, в отличие от того, как сказал Иисус Новин, а я и дом мой будем служить Господу. Ваши дети, вырастая, пусть будут у вас на виду, пусть растут у вас на виду, вместе с вами поклоняются Господу и служат Господу. Я уже сказал, неудивительно, что на Давида был вылет елей, когда ему было еще только пять лет. Пройдет много после этого времени, когда он воцарится. Много времени, по крайней мере, порядка 25 лет, извините, пройдет времени, прежде чем после того, как на его голову был вылет елей, он воцарится. это история в доме Иова, человека, который для меня является муж веры, по тем причинам, что это он был тот, который сказал, когда лишился всего, потерял всего, вдруг заявил, а я знаю, искупитель мой жив. Но мы прочтем дальше историю. И был день, вы знаете, вот так это происходило изо дня в день, из года в год, его сыновья сходились, пировали, гуляли. Вот это вот выражение меня очень сильно настораживает, оно не может не беспокоить. И был день, вы знаете, что всегда есть какой-то определенный день, когда может измениться все. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, дом упал на отроков, и все они умерли. Все они умерли. Они по обыкновению своему, они это делали и за дня в день они это делали уже из года в год. И Иов знал, когда закончатся дни их першествования, и он это делал. Семь сыновей и три дочери, которые жили уже в своих домах. Вдруг в один день в доме своего первородного, вы знаете, подчеркнуто слово в доме своего первородного брата. Он у них был старше. Вы понимаете, что такое быть первородным? Первородное благословение. Вы понимаете, что такое первородное благословение? Что такое вообще быть первенцем? Первородное благословение. Это от росы небесной и от тука земли. Они находились в доме своего первородного брата. Они погибли все в один день. И вот это слово, о котором я читаю, и был день. Вот такой день, о котором никто не подозревал. Пройдет после этого какое-то время. И вот последняя глава книги Иова 42. Я читаю с 12 по 17 стихи. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Мы прочитали от начала. «Был человек в земле Уц, имя ему Иов. У него было вот то-то, 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 и у него было семь сыновей и три дочери». И вот последние его дни написано. «Господь благословил более, нежели прежние дни. У него было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча парвалов и тысяча ослиц. И было у него столько же, тоже семь сыновей и три дочери». Ну, богатство всего. А детей у него снова столько же. Семь сыновей и три дочери. «И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия и имя третий Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их в наследство между братьями их. После того Иов жил сто сорок лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости насыщенной днями». Вот это все произошло по-другому. Вы знаете, вот то, о чем мы читали, «и был день». Это был тот день, когда Бог в жизни Иова поменяет все. Все то, что у него было, прекратит свое существование. В частности, дети, которые могли или которые любили такую разгульную жизнь. Все это прекратилось. Но Бог видит верность самого Иова. Ведь Иов был человеком непорочным. Богобоязненным, удаляющимся от зла. Бог восстановил. Бог дал ему с избытком все, чем он прежде обладал. Богатство у него появилось все в удвоенной форме. И Бог снова дал ему семь сыновей и три дочери. Только урок теперь уже серьезный. Иов в этой главе сам о себе рассказывает. Он говорит, я раскаялся в прахе и пепле перед тем, о ком только слышал слухом уха. Бог все восстановил. Бог вернул ему здоровье. Бог ему вернул богатство. Бог снова дал ему детей. И он увидел не просто детей. Он увидел в четвертом поколении продолжение своего рода. И написано, что после всего этого еще 140 лет прожил. Умер в глубокой старости, насыщенной днями. Я привел в пример Илью, священника с его детьми. Я привел в пример Самуила и его детей. И как вы думаете, Бог, который мог о Самуиле так говорить? Бог, который мог на Самуила обратить такой взор? Бог, который так высказался об Иове? Как отнесется сегодня ко мне или к тебе, если в нашем доме не чтится имя Господа? Может быть, он скажет, ну это все в прошлом, те истории остались в прошлом, а вас все равно благословлю. Достаточно того, что вы сказали, что вы чтите Господа. Или Бог хочет увидеть, как это проявляется. Как вы думаете? Бог остается Богом таким, какой он был тогда. И почтение к Богу, оно или есть, или его нет. Слова, если это только пустой звук, ни о чем не говорят. Я хочу теперь рассмотреть очень позитивную историю. Я хочу прочитать всю главу в книге пророка Еремии, 35-ю. Она состоится из 19 стихов. Я хочу прочитать, я хотел взять выборочные стихи, но на этой истории я хочу прочитать все детали. Слово, которое было к Еремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Иди в дом риховитов. И поговори с ними. И приведи их в дом Господень, в одну из комнат. И дай им пить вина. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом риховитов. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Годолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнату Маасии, сына Селиумова, стража у входа. И поставил перед сынами дома риховитов полные чаши вина и стаканы и сказал им, пейте вино. Они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоаннадав, сын рихово, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не строите, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их. Но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Иоаннадава, сына рихового, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Иоаннадав, отец наш. Когда же Новоходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев. И вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Еремии. Так говорит Господь Бог Израилев. Иди, и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете от этого наставление для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слова Иоаннадава, сына рихового, который завещал сыновьям своим, не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушают завещание отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им. И будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Иоаннадава, сына рихового, выполняют заповедь отца своего, который он заповедал им, а народ сей не слушает меня посему, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев. Вот я на виду на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое изрек я на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Звал их, а они не отвечали. А дому риховитов, сказал Еремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещания Иоаннадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете так, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Иоаннадава, сына рихового, муж, предстоящий при лицом моим во все дни. От дома Илии, которому Господь обещал благословение, Господь отнял священство, отнял благословение и сказал, подрежу мышцу, подрежу мышцу, беззаконие. Господа Саваофа, его свято чти, он страх ваш, и он трепет ваш. Мы прочитали несколько историй о великих людях, и мы прочитали историю о семье рихового. Это дом, в котором были научены и наставлены не только сами родители, они этому учили своих детей, этому были научены их жены, их дети. И все выглядело очень просто. Господь обратил внимание на эту семью и говорит через прока Еремию, приведи их в дом Божий, налей им вина и предложи им пить. Бог показывает, как все произойдет. Бог знает, в принципе, что произойдет. Их привели в дом Божий, достали сосуды, поставили стаканы, налили вина, пейте. Они говорят, мы не пьем. Мы не пьем. Нам Отец наш заповедовал, Он завещал нам. И все, что Он нам завещал, мы выполняем. Все, что завещал нам делать Отец наш, мы выполняем. И Бог говорит, обратите внимание. Они говорят, мы, даже тогда, когда Новоходуносов пришел, вот мы читаем книгу пророка Даниила, когда были захвачены, они и приведены в плен все. Это история, хорошо знакомая нам. И они оказались все в плену. То вот эта семья не оказалась в плену. Они говорят, мы увидели, они идут. Мы, говорит, взяли отсюда, поднялись, легки на подъем взяли, ушли. Вот так, говорит, мы и остаемся жить в Иерусалиме. Те пошли в рабство, а эти живут в Иерусалиме. Он говорит, так мы и остались, и мы живем в Иерусалиме. Мы выполняем все, что заповедал нам Отец. Отец наш чтил это, Ему заповедал Дед. Мы это все выполняем, мы этого держимся. И Господь говорит, а теперь мое решение. Вы сделали свой выбор, ваше судьбоносное решение. А теперь Господь объявляет о своем решении. О доме Иудина и о Берусалиме. Он говорит, на виду говорит на них, вот все это зло. А вот этому дому, а вот этому дому, о котором мы почти ничего не знаем, Бог говорит, не прекратит предстоять муж из этого дома предо мной. Они умеют, эти люди умеют хранить то, что заповедал им их Отец. Умеют хранить. Вы, я вам говорил с раннего утра, кого только не посылал, вы игнорируете. И когда я могу слышать, о, смотри, о, вот это у нас так, смотри, вот это так, а мои дети вот так, а мои дети вот так и эдак, а хоть как, благословен дом, в котором чтут имя Господа. И неважно, или это очень богатые, или, может быть, это семья, которая живет в достатке. Неважно, важно, что в этом доме чтут имя Господа. Я хочу рассмотреть еще позитивные истории Корнилий. Кто такой был Корнилий? Корнилий был муж благочестивый. Кто, кроме того, что он был благочестивый, его, как говорится, история его родословная. Он воин, военнослужащий, он служил в небезызвестном полку в Италийском, он был офицер. Читаем эту историю в книге «Деяния апостолов» в 10 главе. Я читаю с 1 по 6, 24, 34, 5 стихи, 44 и 48. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим». Заметьте, он не был ни иудей, ни израильтянин. Но он был человеком благочестивым и боящимся Бога со всем домом своим, творивший много милостыней народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал «Корнилий», он же сказал, взглянув на него и испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме некого Симона Кожевника, у которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Почему? Муж, боящийся Господа, муж благочестивый со всем домом своим, спасешься ты и весь дом твой. Мы знаем историю, они пришли, Петр видит видение, и вот далее. В следующий день пришли они в Кесарию. «Корнилий же ожидал их». Как он ожидал? В чем проявлялось его ожидание? Он созвал родственников своих и близких друзей. Почему? Господь сказал «Спасешься ты и весь дом твой». Господь сказал «Призови Петра, он скажет слова, которыми спасешься». И он собрал всех своих родственников, и он собрал всех своих близких друзей, пока люди, которых он отправил к Петру в путешествии. И написано «Он ожидал их». Это как-то проявляется. Когда мы сегодня говорим «Мы ждем Господа», это как-то проявляется в нашей жизни, или это мы просто сказали? Вообще все то, что мы говорим в нашей жизни, имеет какие-нибудь действия, кроме того, что мы говорим? Когда мы говорим «Мы чтим», когда мы говорим «Мы ожидаем». Я рассматриваю истории, где я вижу, как они проявляются. Он ожидал, он созвал всех своих родственников и близких друзей. И вот Петр пришел. Петр отверз уста свои и сказал «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Петр произнес речь, очень важную речь. Я читаю заключение его речи. Петр еще продолжал эту речь, и Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих иными языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал «Кто может запретить креститься водою тем, которые так же, как и мы, получили дар Святого Духа?» И повелел им креститься во имя Господа Христа. И они попросили Его остаться, и Он пробыл у них некоторое время. Началось пробуждение среди язычников. И Бог призрел на дом мужа благочестивого и боящегося Бога со всем своим домом. Это был человек, который со всем своим домом молился, творил много милостяний, был благочестив и боящийся Господа. Дом Корнилия. История, которая произошла однажды в доме темничного стража. Однажды, очередной раз, когда против Павла из силы воздвигли гонения и их арестовали, посадили в темницу, ноги заковали в колоду, около полуночи Павел, это читаю в книге Деяния в 16 главе, около полуночи Павел из сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу из силы, и, выведя их вон, сказал Государе Мои, что мне делать, чтобы спастись. Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне Ему и всем, бывшим в доме Его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние Его. И, приведя их в дом свой, предложил им трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. «Дом, в котором чтут имя Бога». Вот этот дом благословен. Вот такой дом благословен. Бог предлагает благословение и проклятие. И дом, в котором чтут имя Бога, на этот дом распространяются все обетования и все, что сказал Господь относительно благословений. «Дом, в котором чтут Бога». И еще одну историю очень коротко хочу рассмотреть о человеке. Его звали Крисп, его имя нам ни о чем не говорит. Библия повествует, что он был начальником синагоги. Я читаю в 18 главе. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим». И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Почему так запросто? Не только он сам, а сразу со всем домом своим. Потому что в доме есть взаимопонимание. В доме присутствуют очень важные ценности, духовные ценности. Вы знаете, что случается с людьми, если они не сходятся в главном? Знаете, что случится с людьми, которые не сходятся в главном? Они разойдутся из-за мелочей. Если люди не сойдутся в том, что главное, значит, они разойдутся из-за мелочей. Главное. Что же главное? Ты не можешь возлюбить ни твой дом, ни твою семью, ни твоих родителей, ни твоих детей и даже своей жизни больше, чем Господа. Его, Саваофа, свято чтите. Иисус Христос так сказал. Тот, кто не возлюбит меня более, нежели он главный. И если мы сходимся на главном, если мы сходимся на нем, он будет устроять дома наши. Если мы не сойдемся на том, что главное, мы будем постоянно конфликтовать из-за мелочей. Потому что есть главное. И на этом я хочу закончить мою проповедь. И для меня важно, чтобы эта проповедь стала достоянием гласности, чтобы она могла попасть в интернет. Я часто слышу, когда говорят такое, ооо, а у нас никто в церкви об этом не говорил и не проповедовал. Я хочу, чтобы, если это действительно где-то не проповедуется, жаль, если это не проповедуется. Я хочу, чтобы люди могли услышать об этом через интернет-служение. Не жди, когда придет гром, не жди, когда придет беда в твой дом, не жди, когда в раме будет слышен плач. Служи Господу, Богу твоему, со всем домом твоим, с радостью в сердце твоем, при достатке, при изобилии. Служи Господу, иначе произойдет нечто. Врагу служить будешь в нищете, в голоде, в скорби. Совсем не обязательно, как повелось говорить на Руси, мужик не крестится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Совсем не надо ждать, когда грянет гром. Совсем не обязательно. Служи Господу со всем домом своим. Говори с детьми, как учит еврейская мудрость. Говори со своими детьми о Боге, иначе со слезами всю оставшуюся твою жизнь ты будешь говорить с Богом о детях твоих. И это правда. И это правда. И хочу закончить словами. Блажен или благословен тот дом, в котором чтут имя Бога. Будем молиться. Благословен ты, Господи. Аллилуйя. Благословен ты, Господи. Продолжение следует...